Всем привет! Вы смотрите вторую часть обзора трактора 4254. В предыдущей части я рассказал про интересные и полезные детали, а тут их немало, так что если вы пропустили, посмотрите. Ссылка есть в описании к видео. А сегодня я расскажу про функции модели. Начну, естественно, со сборки. Инструкция толстенная, в ней больше 300 страниц, и сборка займет у вас много времени, часов 7, я думаю, не меньше. Так что планируйте как-то заранее свое время, потому что быстро эту махину собрать не удастся. Сборка состоит из двух частей. Сначала трактор собирается и потом кран. Инструкция подарила мне новую опечатку в мою коллекцию. По сборке я бы отметил два интересных механизма. Ну вот сборка началась, и пока здесь все не закрыто, нужно раскрыть магию рулевого управления. Передняя ось, которой здесь пока нет, управляется всегда, а задняя ось либо не управляется, то здесь точка вращения в центре получается и неподвижной тяги. Мы можем перенести эту штуку в одну сторону, и тогда будут колеса поворачиваться в одну сторону, и либо в другую сторону. Соответственно, это будет режим краба и режим уменьшенного радиуса разворота. И второй интересный механизм, это система изменения направления вращения валов, чтобы функции работали в разные стороны. Очень изящный механизм, здесь в тракторе ничего не видно, поэтому я на компьютере такую модельку накидал. В собранном виде трактор выглядит очень внушительно, он такой массивный, супер детализированный. Выглядит классно, на 10 из 10. Сборка была долгой, но мне понравилась, сборка действительно интересная. Что мне не понравилось, это наклейки. Наклеек много, наклейки мелкие, некоторые без пинцета вообще трудно наклеить. Есть опять узкие, 1х8 надо клеить, на плоские панели 1х6. Да просто трэш, у меня большая часть, естественно, криво, и они портят внешний вид. Особенно меня расстроила тут такая сзади наклеечка. Ну, на фотографиях все это посмотрите. Ограничение 50 км в час. Вот сделали бы они принты, было бы очень красиво, но круглая наклейка, криво приклеенная на круглый тайл, смотрится ужасно и портит вид модели напрочь. Я не понимаю, почему они экономят на таких мелочах. Делают много наклеек, сделают что-нибудь новое, интересное. Не знаю, зеркала, опять эти серые какие-то панельки, серые наклейки на черных деталях. Сделайте блестящие, чтобы у них отражалось. Будет прикольно, хоть с удовольствием как-то приклею такую наклейку. А так какого-то развития не чувствуется, только увеличивается все это количество и наклейки становятся все мельче и мельче. Ну ладно, на самом деле, действительно, наклейки очень добавляют детализацию, они выглядят реалистично. Ну, как-то поумнее нужно сделать их, не знаю. То, что мне не понравилось во внешнем виде, это диски. Мне кажется, вот эти систем-тарелки смотрятся не очень. Я понимаю, что они хотели сделать похожим на оригинал, но я их просто снял и мне кажется, выглядит тоже достойно. Давайте посмотрим на функции. Трансмиссии нет, поэтому он очень хорошо катается. Гораздо лучше, чем машинки из Speed Champions. Здесь у нас, по сути, все органы управления его системами. Это ручка включения мотора. Моторчик стоит у нас здесь под капотом. Можно капот открыть, посмотреть. Очень классно включается батарейный блок этой тягой. Не нужно искать центральное положение, эта проблема просто вот решена в этом наборе. Надеюсь, что они это решение перенесут в будущее. Хоп, включили, выключили. Очень удобно, просто шикарно. Мотор у нас приводит в действие механизм отбора мощности спереди и сзади. Там есть защитные шестерни белые. Можно вот так вот остановить вал, ничего страшного не произойдет. И есть механизм в самом тракторе. Это механизм поворота кабины. То есть трактор может работать ходом как вперед, так и назад. Давайте посмотрим, как это работает. Угадаю я. Да, угадал. У меня может быть еще не свежей батарейки, поэтому не очень быстро поворачивается. Механизм тоже очень интересный. При повороте кабины у нас по-прежнему доступна ручка рулевого управления. Только она в другую сторону теперь работает. Ну и, наверное, самая интересная функция этого набора, это его оригинальная система рулевого управления. Вот этой шестеренкой он рулится. Рулится, кстати, неплохо. При сборке мне казалось, что угол поворота колес вообще какой-то нулевой. Но нет, он вполне себе неплохо управляется. И в задней части у нас здесь есть селектор режима. Мы можем выбрать, чтобы управляли все четыре колеса, уменьшая радиус поворота таким образом. И можем выбрать режим краба. Мой любимый режим. Люблю самоделки делать с режимом краба. В общем, вот такая вот штука. Приятно его катать, он ездит очень плавно. Хотя чувствуется, когда по твердой поверхности идешь, как протектор по ней так ну, естественно, как вы знаете, трактор этот идет не один. У него в комплекте есть набор противовесов. И кран. Вот сколько я распинался про то, как красив этот трактор, как он круто сделан. Настолько уродски и похабно сделано вот это. Я не знаю, как вообще, как они это делали, как они вот это смогли приделать к трактору. Это делали два разных человека, что ли. Или как, или может быть дизайнер строил целый год этот трактор, а потом мы сказали, чувак, у тебя есть еще одна ночь, надо к трактору как-то кран приделать. И он за одну ночь или там за пару часов вот это слепил. Это ужас просто, это если вставить этот набор на полку, то это надо вытянуть. Я уверен, что в сообществе энтузиастов LEGO появится сейчас куча каких-то красивых кранов вместо этого, потому что это просто страх. Ну вот, я присоединил все навесное оборудование, так что можно посмотреть на расширенный функционал. Давайте присоединим противовесы. Они, кстати, регулируемые, можно тут менять число панелей. Здесь это делается довольно легко. Раздвигаем, задвигаем и такими ручками фиксируем. Буквально пару секунд занимает это. Можно это дело крутить. Они будут подниматься. Точно так же кран поднимается, опускается. Наверное, надо знать специфику этой техники. Я не очень понимаю, зачем это нужно. Ну, такая функция есть. Точно так же кран поднимается, опускается. Он чуть сложнее присоединяется, потому что там карданом нужно попасть в шрус, но, в принципе, аналогичная система. У крана есть опоры. Он довольно жестко на них стоит. Поворот, клешни и вот это, вот это все вручную. Причем эта штука фиксируется довольно смешно. Я в наборах систем видел такую фиксацию. Мне кажется, для техники это вообще не серьезно. Ну что, давайте попробуем это бревно схватить, что ли. Включаем мотор. Во-первых, кран вращается и опускается. Не достал. Ручное управление захватом. Бревно вываливается. Вот так вот. Теперь его можно поднять. Можно одновременно поворачивать. В механизме поворота нет никаких червяков, поэтому кран можно рукой вращать. Это действительно удобно, побыстрее как-то. Ну, надо сразу обратить внимание на эти ужасные ручки, просто оси торчащие. Мне кажется, это выглядит отвратительно. Даже просто вот такая вот деталь, когда воткнутая, смотрелось бы гораздо привлекательнее. Ну, в общем, что говорить, я про кран уже сказал все, что я думаю, предлагаю с ним расстаться. Ну что, вот мы посмотрели на новинку. Второй половин 2016 года. Не самый большой набор, но и не маленький. 2000 деталей почти. Набор очень интересный, я считаю, очень достойный и как по деталям, и по функциям. Самое главное, что у него богатый потенциал для модернизации. Навесного оборудования у себя можно кучу всякого разного придумать. Обязательно нужно вот это вот переделать, чтобы не портило вид. Можно и на полку его поставить, можно им играть, можно просто на детали пустить. Мне кажется, очень хороший набор, мне очень понравился. Ну и у меня, пожалуй, все. До скорого!